Солнце, вода и горячий песок. В самом разгаре летние каникулы. Беззаботное времяпрепровождение порой приводит к печальным последствиям. Чаще всего, когда школьники остаются без взрослых и предоставлены сами себе. Например, дома. Электроприборы, газовая плита, провода и розетки. Опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Открытые окна – ещё одна актуальная и больная тема. За шесть месяцев 2022-го только в Могилёвской области с высоты упало пятеро детей. «Следователи призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами. Это крайне важно для безопасности ваших детей». Лето – горячая пора и для спасателей. С первых тёплых дней сотрудники ведомства напоминают ребятам о правилах безопасности. Но особо важен здесь родительский контроль. В противном случае не избежать трагедии. Так, в конце июня в Бавруйске утонул 14-летний подросток. Компания из пяти человек пошла купаться на Березину. Несовершеннолетний оступился и ушёл под воду. В МЧС и родным ребята не звонили. Позже тело обнаружили в 15 метрах от берега на глубине около трёх метров. «На воде запрещено баловство, запрещено нырять, прыгать с плав средств, подплывать с каким-то плавательным средством, заплывать за буйки, за ограждения. Ну и, конечно же, бояться переохлаждения. Нужно дозированно купаться, выходить на тёплый свежий воздух для того, чтобы прогреться и чтобы не было судорог». Дорога – ещё одно опасное место. За пять месяцев 2022 с участием детей произошло 116 ДТП. 119 ребят были травмированы, 6 погибли. Вина во многом на взрослых. Одни не досмотрели, другие были невнимательны за рулём. Большинство происшествий происходят во дворах и частном секторе. Стандартная ситуация – ребёнок выскочил из-за стоящей машины, а водитель просто не успел среагировать. «При пересечении дороги маленького ребёнка нужно крепко держать за руку, не за ладошку, а за запястье, чтобы ребёнок не мог вырваться и самостоятельно пересечь проезжую часть». Чтобы лето было безопасным для вашего ребёнка, расскажите ему эти простые правила. Необходимо носить головной убор в жару, не есть неизвестные ягоды и плоды, которые растут в лесах и парках, и ни при каких обстоятельствах не брать что-либо у незнакомых людей. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.